МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с одноклассниками трехочковый в кольцо забивает Евгений Соловец. Он мечтает стать военным, а потому со спортом давно на «ты». Развитие своих сил и выносливости доверил баскетболу. На новом стадионе занятия станут еще эффективнее. Раньше мы играли в своем спортивном зале. Там, естественно, была площадка меньше. Было очень трудно как-то играть в команде. Приходилось делиться на более мелкие группы, играть вместе с ними. А тут можно спокойно играть 6х6. То есть очень, так сказать, удобно. Удобно и гонять мяч по футбольному полю, и отрабатывать волейбольные подачи. Стадион теперь многофункционален. Удовлетворит физкульт-желания всех учащихся. В 25-й школе их более тысячи. Универсальный спортивный комплекс под открытым небом в подарок им сделал муниципалитет в рамках программы образования. Спорт – это здоровье. Спорт – это развитие. Спорт – это уверенность в себе. Спорт позволяет закалить себя во всех отношениях. К нам поступало очень много обращений. Здесь на северной стороне очень много ребят. Да и школа, собственно, сама очень большая. Поэтому и администрация школы, и жители, и мы, как управление образованием, администрация округа были озадачены, чтобы здесь появился такой важный и нужный, самое главное, спортивный комплекс. Программа образования работает в округе второй год. За это время четыре школы округа получили новые стадионы. До конца 2019-го откроются еще две универсальные площадки – у 59-й школы в Краскове и у 47-й в Малаховке. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.